Итак, друзья, мы продолжаем вести наш замечательный курс HTML Master, но перед тем, как начать, я хотел бы вам сказать одно, что я усажу свой зад за запись следующего урока только после того, как это видео наберет более 30 лайков, поэтому ставьте лайк прямо сейчас. Давайте в самом начале сначала поговорим о стандартах HTML. Дело в том, что за всю историю его развития было разработано большое количество стандартов, которые говорят браузеру, как обрабатывать код и как в итоге выводить сайт на монитор. И очень важно перед тем, как мы начнем что-то изучать, что-то писать, задать правильный стандарт для нашего сайта, а именно стандарт HTML 5. Делается это довольно легко. Давайте мы с вами откроем файлик индекс HTML, уберем здесь весь код, который писали в прошлом уроке и сначала укажем стандарт, по которому будет обрабатываться страница. Указывается он просто. Ставим угловую кавычку, восклицательный знак, пишем doc type через пробел HTML и закрываем. Вот в принципе и все. Этот код должен идти самым первым на странице сайта и уже после него должен идти весь остальной код. Как только браузер открывает нашу страницу и видит эту надпись, он понимает, что ага, мы ему сообщаем, что эта страница разработана на HTML 5 и ее надо обрабатывать в соответствии с этим стандартом. Кто не знает про стандарты и как они задавались ранее, давайте я вам покажу одну маленькую страничку в интернете. И смотрите, вот здесь список большой кучи стандартов, видите, да? Все они задаются именно через doc type HTML, но вот, к примеру, как задавался стандарт HTML 4.0.1. Вот так задавался строгий стандарт, вот так переходный стандарт, это фреймы задавались так, вот как задавался HTML, XHTML точнее. И видите, что все они довольно имеют такие длинные надписи, которые тяжело запомнить. Вот этим отличается HTML 5, что здесь все оптимизировано и вместо каких-то там длинных надписей, ссылок на стандарты, мы просто вводим надпись doc type HTML и все. Ну что же, замечательно, думаю, со стандартом разобрались. Еще раз хочу вам напомнить, чтобы вы его писали самым первым и всегда. И теперь давайте поговорим немножко про структуру, основную базовую структуру сайта. Буду объяснять вам на примере из одного учебника, по которому я когда-то очень давно начал изучать HTML. Учебник замечательный, я, честно говоря, не помню, как он называется, где даже я его нашел. Было это много-много лет назад, но смотрите. Весь наш сайт должен писаться в теги HTML. То есть сначала идет doc type, потом тег HTML, как видите, он парный. И уже внутри этого тега мы начинаем писать наш код. И весь наш код делится на две части. Одна из них маленькая, которая содержится в теге head. Вот. А другая часть кода, она уже будет побольше. И она содержится в теге body. Давайте мы это все напишем. И теперь смотрите. Представим на минутку, что наша страничка это просто обычный человечек какой-то. Да, у него есть башка, есть тело, ноги, там руки. Ну, красота сейчас не важна. Так вот, смотрите. В теге head, точнее тег HTML это полностью весь наш человечек. А вот в теге head содержится вся служебная информация касательно сайта. Это и название документа, и кодировка, и иконка, и на ключевые слова, описание и многое-многое другое. То есть, все это пишется в теге head, и как я в шутку говорю, это мозги нашего сайта. Ну, тут врага, конечно, больше получились. Но суть, думаю, вы уловили. А вот уже в теге body пишется все остальное тело нашего сайта, которое мы видим в окне браузера. То есть, если мы назад вернемся на эту страничку, то все, что вы здесь видите, оно размещается, либо вот обязательно должно размещаться именно в теге body. Все, что мы видим на странице. Итак, думаю, с этим понятно. Теперь давайте продолжим дальше. Смотрите, какая служебная информация может подключаться в теге head. Например, давайте мы здесь сделаем еще один отступ. Я делаю его на tab, если кто еще не понял. И здесь заведем тег title. Title. Такой обычный тег. Видим, да? И вот в этом теге содержится название нашего документа. Всего вот здесь в теге head есть два тега, которые тоже видны на странице сайта. Смотрите, давайте мы включим живой просмотр. Так, я сделаю окошечко поменьше. Здесь тоже поменьше, чтобы вы сразу все видели. И здесь пишем наша первая страница. И обратите внимание, где отображается надпись. Видите, да? То есть, все, что вы вводите в теге title, который прописан в head, это отображается во вкладке страницы. Вот это название страницы. И оно имеет очень большую важность для поисковых систем. Так, теперь давайте поговорим про кодировку. Я вам уже рассказывал, что кодировочка, если она не совпадает, то есть, если файл в браузере сохранен в кодировке UTF-8, а браузер его открывает в кодировке, например, Windows 1251, то здесь вместо нормального текста отображаются кракозяблы. Давайте мы это проверим. Опять-таки, вот тут в теге body давайте мы зададим обычный тег p, в котором отображаются абзацы. И напишем, это наш первый абзац. Это наш первый абзац. Отлично. Так вот, как я вам уже говорил, что кодировка в Brackets, она по умолчанию выставляется в UTF-8. Здесь браузер тоже открывает все по умолчанию через сервер в кодировке UTF-8. Но вот если мы ее поменяем, дополнительные инструменты, кодировка, давайте поставим Windows 1251, то здесь мы видим кракозяблы. И то же самое было бы, если бы мы, например, здесь файл сохранили в кодировке Windows 1251, например, в остальных редакторах, в том числе и в Sublime, это спокойно можно сделать. Кстати, у меня тоже есть курс по Sublime, и там я подробно показываю вот эту проблему с кодировкой, как файл сохранять в нужной нам кодировке. Поэтому что, можете посмотреть это видео. Ну, например, здесь Windows 1251, браузер открывает в кодировке UTF-8, и опять-таки будет выводиться подобная бурда, немного другая, но суть в том, что русские символы мы опять не сможем читать. Поэтому очень важно, чтобы файл у нас был сохранен в одной кодировке, и браузер его открывал в точно такой же кодировке. Давайте я назад все поменяю. Так, кодировка, пропишем UTF-8. И смотрите, как это делается. Это делается при помощи тега мета. В нем прописываются не только кодировка, но и другие параметры, но это мы будем разбирать уже позже. И давайте мы здесь напишем мета. Затем укажем чарсет. Так, и здесь прописываем кодировку UTF-8. И закрываем. Вот эта строка говорит браузеру, в какой кодировке надо открыть файл. То есть вы свой файл сохраняете в кодировке UTF-8. И сразу же прописываете, чтобы браузер открыл этот файлик в соответствующей кодировке. Понятно, да? В принципе, здесь, пожалуй, все. И смотрите, напоследок хочу рассказать еще, как необходимо писать код. В принципе, мы его можем писать даже в одну строку, но будет тогда непонятно. Но если вы сейчас внимательно посмотрите на тот код, который я привел здесь, то вы увидите, что он у нас идет вот такой лесенкой. Вот, видимо, лесенка такая соблюдается. Для чего я делаю именно так? Все дело в том, что благодаря такой лестнице мы сразу визуально видим, какой тег внутри какого находится. Например, вот наш тег HTML. И благодаря отступам мы сразу видим, что тег HEAD находится внутри тега HTML. И тег BODY находится внутри тега HTML. Но мы сразу также видим, благодаря отступам, что тег HEAD и тег BODY, они лежат рядышком. То есть, благодаря тому, что отступы у них одинаковые. И в то же самое время, если мы посмотрим на тег TITLE и тег META, то вы увидите, что у них тоже есть свои отступы, которые сразу показывают, что они находятся внутри тега HEAD. И то же самое касается нашего абзаца. Сразу видно, что он находится внутри тега BODY. Поэтому, друзья, сохраняйте постоянно код лесенкой, и вам самим будет легче в нем разобраться. Ну что же, друзья, на этом все. Не забываем, что как только данное видео наберет 30 лайков, я усажу свой зад за свое любимое кресло и запишу для вас новое занятие. Ставим лайк, подписываемся на наш канал и ждем новых видео. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok